Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседы Евангелия от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем вторую главу. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то делайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. И Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель ответил воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской и вел славу свою. Уверовали в него ученики его. Первое чудо, которое совершает Господь, он совершает на браке, то есть на свадьбе, и этот отрывок Писания его читают во время венчания, поскольку здесь усматривают, конечно, совершенно справедливо, то, что Господь богословляет брак и супружество. В истории церкви иногда возникали еретики, которые, ну, они практически с самого начала возникли, которые стали смотреть на брак, на супружескую жизнь, как на что-то греховное, что-то оскверняющее человека, что-то препятствующее спасению, и церковь, неоднократно это приходилось делать, церковь этих еретиков осудила, поскольку брак — это нечто, что Бог замыслил в мужчинах и женщинах нечто само по себе прекрасное и угодное Богу. Некоторые люди, как сам Господь Иисус, призваны к безбрачной жизни, есть монашество, оно играет огромную роль в истории церкви, но это особое призвание от Бога. И мы видим, как в повествовании упоминается Матерь Иисуса. Мы видим, что в Священном Писании, может быть, не очень много говорится о Пресвятой Богородице, но говорится очень важные вещи. Она находится на браке, и мы видим, что недостает вина. Очевидно, это бедная достаточно семья. И вина им не хватает. В древности у иудеев особенно самое радостное событие в жизни человека — это была свадьба. Люди жили очень тяжело и очень недолго. Люди недоедали. И люди тяжело очень работали всю свою жизнь. Но был просвет, было удивительное время, когда люди ликовали, праздновали, веселились, и ели, и пили досыта. Это свадьба. Это позволяло им пережить вкус царства. Свадьба служила, и мы читаем это неоднократно у Господа, что брачный пир — это прообраз царства Божия. Поскольку это самое радостное событие, которое у людей вообще было в жизни. Вот этот радостный брачный пир. И на этом радостном брачном пиру происходит такая печаль. Кончилось вино. Бедная семья не хватила вина. Об этом Иисус говорит его матери. Мы видим здесь пример того непосредственно в Священном Писании, как матери ходатайствуют перед Иисусом за вот этих людей, у которых возникла такая нужда. Мы видим вот этот пример материнского ходатайства. И Иисус говорит ей, что мне тебе, женой, еще не пришел час мой. И Господь как будто даже с неохотой реагирует. Он говорит, еще не пришел час мой. Но матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то делайте. То есть, матерь не принимает этот отказ за отказ. И она все равно говорит, что он вам скажет, то сделайте. То есть, Мария побуждает Иисуса выполнить, позаботиться о нужде этих людей. И она обращается к служителям, что скажет он вам. То есть, мы видим, как Мария указывает на Иисуса. Она говорит, что он вам скажет, то делайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или три меры. В церкви, куда я хожу, там сделана копия такого водоноса. На него можно посмотреть. И это достаточно здоровый такой, достаточно большой объем. И понятно, что вина должно было получиться много. Шесть таких водоносов. Это достаточно и даже больше. И служители заполняют их водой. И мы видим, как эти служители проявляют определенную веру. Ну, они могли бы сказать, ну, а зачем? Ну, что мы будем мучить? Что мы будем возиться? Нечем заняться, что ли? Нет, они проявляют веру, они слушаются, они заполняют их водой доверху. И Иисус говорит, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И оказывается, что вода превратилась в самое лучшее вино. Происходит чудо, которое Господь совершает ради того, чтобы люди порадовались. Люди радовались, веселились, у них свадьба, у них праздник. И этот праздник чуть не испортился. И Господь делает так, что они могут продолжать праздновать. И мы видим здесь, что чудо, которое совершает Господь, это очень радостное чудо. Что бывает иногда, что верующие люди считают своим долгом ходить с чрезвычайно унылым видом. И мы видим, что первое чудо Господь совершает на свадьбе. И Он совершает свое первое чудо по ходатайству своей Пречистой Матери. И Церковь поэтому прибегает и продолжает прибегать к ходатайству Пречистой Матери Господа, именно опираясь в частности на этот пример Священного Писания. Ну и, конечно, на свою собственную историю. Когда мы знаем, как спасителем оказывалось то, что Церковь прибегала к ходатайству Матери Господа. Вино — это прообраз той радости, которая будет в Царстве Небесном. Ну, нужно сказать еще о библейском, немножко о библейском отношении к вину, потому что в наше время катастрофой и бедствием является алкоголизм. И страшной болезнью, которая разрушает и убивает множество жизни и губит множество семей, это великая беда. И у людей отношение к вину может быть нерадостным, их вино может не ассоциироваться с радостью. Но в то время практически не существовало алкоголизма, он был очень редким, потому что, во-первых, люди жили очень бедно, и вино им было доступно очень нечасто. Во-вторых, вино было, это было виноградное вино. Ну, там люди не пили того, что люди к несчастью пьют сейчас, вот этого спирта перегонного в водку. Тогда было только сухое вино, и оно очень прочно ассоциировалось с радостью, с праздником. И вот Господь совершает это чудо, Он превращает воду в вино, и Он дает вино как такой знак избытка. Люди, в принципе, могут прожить на воде, почему бы и нет. Но вино — это такой знак избытка, и это знак такой Божьей щедрости. И этого вина много. Шесть водоносов — это очень много вина. Это абсолютно достаточно и больше, чем достаточно. Это показывает такую преизбыточную щедрость Божию к Его творениям. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и вил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, сам и матери Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробовали немного дней». И мы видим, что Матерь, она пребывает с Иисусом, мы видим, как между ними есть и сохраняются очень близкие отношения, как у Матери и Сына. «Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех также овец и валов. Деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Притем ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». Люди иногда затрудняются с евангельской хронологией, когда состоялось вот это очищение храма, уже ближе к концу служения Господа или раньше, или их было несколько. На самом деле, конечно, евангелисты не всегда тщательно выдерживают хронологию, потому что их цель не в этом. Они просто перечисляют события в жизни Господа не всегда в четкой хронологической последовательности. И это для античных биографий достаточно обычно. Например, вот есть книжка «Жизнь двенадцати Цезарей», там историк Святоний, он не рассказывает биографии Цезаря последовательно, он говорит, вот Цезарь был такой-то, вот у него были такие-то привычки, вот он так обращался с войском, вот он так обращался с сенатом, вот такие-то про него рассказывают события из его жизни интересные. И все это не обязательно в хронологическом порядке. Поэтому, если мы натыкаемся на какие-то хронологические неясности, нас это абсолютно не должно напрягать. Но немножко подробнее об изгнании торговцев из храма. Дело не в том, что торговцы не угодны Богу, а в том, что именно в том, что они злоупотребляли своим положением при храме. Мы вообще, говорят, считаем, как в притчах Господь приводит в пример купцов, что не стал бы это делать, если бы считал, что купцы это плохо в принципе, нет. Купечество это тоже профессия, было много благочестивых купцов. Здесь речь идет о другом. Дело в том, что в храме подать на храм можно было вносить только в определенной валюте. Языческие деньги, на них были изображения императора, и изображения не приветствовались, понятно, в иудаизме. И чтобы внести подать на храм, нужно было поменять эти деньги на чистые, без изображений. И, естественно, миновщики там организовали свою мафию и курс задирали. Или животные, которые надо было приносить в жертву. Человек должен был перенести животные из своего стада. Но оно должно быть беспорочным, оно должно быть без каких-либо повреждений. И его должны были осмотреть священники. И священники могли ему сказать, «Слушай, у тебя животное какое-то не такое. Вот мы тут нашли вот тут одна шерстинка неправильного цвета, она не подходит. Ты не можешь принести это в жертву Богу». Но, в принципе, проблема решаемая. У нас тут продается правильное животное. Вот ты просто все выложишь до последней копейки, ты его купишь, принесешь, все будет в порядке. То есть люди, которые там торговали, они использовали свое положение при храме для того, чтобы наживаться на богочестивых лезях. И это вызвало негодование у Господа. И он сказал, возьмите это отсюда, дома отца моего не делайте домом торговли. Притем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь в власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Ну, то есть иудеи решили, что речь идет о храме, который воздвиг Ирод Великий, о Иерусалимском храме. А Иисус говорил о храме тела своего. То есть храм — это обиталище Бога. И Иисус указывает на себя, как на Бога. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, слово которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял в себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Вот в Иерусалиме многие уверовали, и он творил чудеса, и он обладал способностью видеть человека насквозь, читать мысли. Он даже не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал о человеке. Мы с вами прочитали вторую главу Евангелия Атеана. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзигет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова